Австрийская народная сказка «Возьми, да и скажи, может, в шутку, а может, и всерьез. Я и с чертом поспорю, что я искусней шью. У черта того уши куда длиннее были, слух куда тоньше, чем люди думают. И все он в своем аду знал, о чем на земле смертные люди толкуют. Да что там толкуют? О чем на ухо шепчут и то знал?» Услыхал он дерзкие речи швеи и явился к ней, чтобы на слове ее поймать. Пришлось швее с чертом поспорить, кто из них рубашку быстрее сошьет. И если швея проспорит, придется ей черту душу отдать. Начали они рубашку кроить, и никто друг друга не обогнал. А как дело до шитья дошло, не пожелал черт ни одной минуточки даром терять. Проделал нитку от целой катушки в иголку. И вот нитка у него длинная-предлинная получилась. Забыл черт, что в народе говорят, на длинной нитке только слепых водить. Чтобы один стежок сделать, приходилось черту три раза вокруг дома оббежать. Швея же нитку как надо вдела. И тут же шить начала. Шьет, 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 шьет. Глаз не поднимает. Шила она рубашку, любо-дорого глядеть. Тут черт как раз мимо пробегал, стежок новый делал. Кинула ему швея готовую рубашку, а он-то до сих пор даже рукава не сшил. Вот так вот и проспорил черт швее. С тех пор никому слышать не доводило, чтобы черт еще хоть раз с какой-нибудь швеей поспорил. Вот так и повелось. Если кто работать не умеет, о нем в тех краях говорят. А-а-а! Вот мастер! Три раза вокруг дома оббежит, чтобы один стежок сделать. Все! Продолжение следует... Продолжение следует...